Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим об информации, о том, как ее выяснять, какая правильная, какая нет, фильтровать, и, конечно же, чтобы не вестись на ложь, на фейки. Потому что их сейчас очень много, на самом деле. Мы зачастую не можем проверить, правильные эти данные или нет. Если эта данная идет от многих источников, это еще не значит, что она верная. На самом деле я доверяю тому, что я увидел сам. То есть, если я увидел это сам, тогда я могу сказать, да, я это видел, описать это и сказать, как это было. А если, например, кто-то мне говорит об этом, или я где-то читаю об этом, да, я могу, ну, скажем так, подразумевать, что да, возможно, это было, а возможно и нет. И для того, чтобы это проверить, ну, если я могу это как-то проверить, я это проверю. Если нет, ну, окей, я могу поверить. И очень множество источников данных, которые пытаются скормить информацию, они это делают для чего-то, то есть у них есть какая-то цель. Это цель повоздействовать, то есть увести в нужном направлении, это как воздействие на сознание. В каком-то степени это является манипулированием сознанием, потому что когда человек лжет, когда средства массовой дезинформации лгут, они пытаются увести человека, пытаются его сделать так, чтобы он думал определенным образом, принимал определенные решения. Поэтому когда я говорю об отсеивании ложных данных, то вы можете сказать так. На самом деле есть много ложных данных. И если вы чувствуете, что эта информация ложная, просто не доверяйте ей. Конечно же не нужно ей делиться. Доверяйте себе в первую очередь. То есть смотрите на мир напрямую, то есть своими глазами. И наблюдайте, что происходит. Посмотрите в небо, что там происходит, и вы многое увидите. Посмотрите на горизонт тоже, посмотрите, какая земля, вы тоже многое увидите. То есть не доверяйте тому, что пишут в учебниках, в интернете, где-то говорят на телевидении, радио, или ваши знакомые говорят, ваши друзья. Это все может оказаться неправдой. На самом деле ключевая информация, она приходит к вам, бывает даже очень неожиданно. То есть в самых таких ситуациях, которые могли бы и не произойти, как случайность. И в этот момент вы можете получить ключевые данные по жизни. Ключевые данные – это те данные, которые действительно приводят человека к улучшению его выживания. И таких данных достаточно много. То есть это то, что действительно помогает вам разбираться в жизни, помогает, как узнавать. Не просто дает какие-то готовые решения, а учит вас действительно понимать, интерпретировать и принимать решения. То есть наблюдать, принимать решения и действовать. Это и есть способность человека. И вот одной из ключевой таких наук, которые помогают человеку стать более осознанным, является саентология. То есть это действительно о том, как знать, философия познания. Потому что здесь нет готовых решений, а все происходит через изучение и через получение собственных озарений. Поэтому я всегда говорю, просто проведите обнозис. То есть походите вокруг и понаблюдайте, что делается вокруг вас, что говорят люди, какие деревья, какое солнце, какое небо, какое море. То есть не читайте новости, а наблюдайте. И вот тогда вы действительно сможете принимать самые верные решения, потому что будут доступны вам плоды ваших наблюдений. И, конечно же, наблюдение тоже очень тонкая вещь, потому что бывает человек один наблюдает, а говорит совершенно другое, то есть то, чего не было. Поэтому очень важно, чтобы наблюдение было прямым, без искажений. И вот убрать эти искажения из наблюдений помогает как раз процессинг. Он убирает те негативные восприятия, те заряды, которые заставляют человека смотреть вокруг себя через призму боли, бессознательности, негативных эмоций. И все это действительно убирается. И тогда человек может действительно получать от жизни то, что нужно для него прямо здесь и сейчас. То есть ключевые данные, ключевую информацию, которая действительно поможет справиться с его нынешними ситуациями и улучшить его состояние. Ключевые данные, они решают ваши проблемы здесь и сейчас, помогают в их решении точнее. То есть вы сможете с помощью ключевых данных более точно описать ситуацию и более быстрее и лучше справиться с проблемой. Поэтому, кому интересно именно вот это вот обучение тому, как находить правильные ключевые данные и как справляться с жизнью, как быть осознанным и счастливым, пишите мне либо в комментариях под этим видео, либо в личные сообщения. Я контакты все даю прямо в описании к этому видео. И, конечно, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с вашими друзьями, ставьте отметку «Нравится» и колокольчик для напоминаний о следующих видео. Вам всего доброго и до скорой встречи!